те ученые которые писали книги о единобожии всегда начинали свои книги именно с дел в самом начале книги все главы были посвящены делам сердец делам языка делам органов и только после того как они заканчивали с этим они переходили на следующий на последний главы в конце книги а это то что оберегает единобожие поэтому единобожие это твой сад это твой сад то что со растет в этом саду это твои дела сердца это твои дела языком это твои дела органами а забор этого сада это то что оберегает твое единобожие то есть когда мы предостерегаем от любых видов ширка Будь этот ширк на сердце, будь этот ширк на языке, будь этот ширк на органах.